Ну, на самом деле, в революции много чего было. Целый ряд тезисов, которые были продекларированы Владимиром Ильичем Лениным и его соратниками, и даже соперниками из других партий, но социалистического клона, они, конечно, преследовали никакую нематериальную цель, это была просто дань моде и необходимость решить какие-то свои сугубые задачи. Отделить церковь от государства – это, в первую очередь, возможность грабить церковь, называющуюся своими нами. То есть это даже не секуляризм, потому что секуляризм, отмерщение церкви – это может быть, кстати говоря, и весьма полезным явлением, как, например, синодальный период, времен Петра Великого, когда часть церковного имущества была изъята для того, чтобы быть направлена на общецерковные благи дела. Ну, на самом деле, я как-то смотрел статистику, и поразительно, ведь при Петре монастырям и священноначалью принадлежало почти 400 тысяч душ римийских. Если умножить даже на один к трём, хотя таких маленьких семей в то время не было, то получим миллион, ну, больше миллиона человек. Это те, которые выпадали из сферы государственного регулирования, те, которые работали, назывались своими именами, на священноначалье, потому что русский епископат – это были аристократы все. В отличие от рядового приходского священства, которое, как правило, бедствовало, и монастыри. И когда это имущество, в первую очередь, души римийские, землю изымали и направляли на развитие тех же самых приходов, на строительство новых храмов, монастырей, на развитие просвещения, то есть создание школ. Это что, не христианские цели? Христианские цели. Они были сотворены руками не священного началия, а императорской власти? А какая разница? Нас же интересует результат, а не то, кто это сделал. А в условиях симфонии властей, которая при Петре сохранялась, несмотря на упразднение патриаршества, то есть цели империи и священноначалия, или церкви, они были едины в массе своей. Ничего плохого не произошло. А вот, я прошу прощения, отошел от вашего вопроса, можно еще раз меня вернуть на почву? Я почему спросила? Вы говорите о симфонии, да? О делении церкви от государства. А вот этот тезис, на котором, собственно, учили в школе в советское время, деление церкви от государства было одним из первых, так сказать, моментов, которые... Ну, вспомним, в советское время эта тезис звучала так немножко уничижительно. Вообще-то мы атеисты. Но если он там, ну, знаете, больные, такие убогие, потому что нормальный человек в Бог это верить не будет, да? Ну, вот если он убогий, ну, пусть он себе верует. Только в народ не выходит, да, со своими глупостями. Ну, это звучало в таком контексте. Ну, тогда, да, мы себя заявляли атеистическим государством. Не просто светским, а атеистическим государством. Ну, а как же вот здесь вот в Германии церковь, ведь она как бы отделена, что ли, с государством? Потому что на самом деле в Германии, по счастью, не было революции, как и во Франции и в других местах. И то, что в последующем этот тезис отделения церкви государства стали воспринимать уже по-советски и реализуют по-советски, это плохо. А первоначально, как раз, эта идея возникла в силу сугубо практических причин. Потому что, когда пошла волна реформации, Швейцария вначале, потом Германия, и получилось так, что в одном и том же государстве подданными являлись и представители ремокатолической церкви, и представители той или иной протестантской конфессии, а их тоже было множество, мы знаем, да, возникла необходимость каким-то образом их примирять. Обычная система, которая существовала еще в современном Византии, она уже не могла действовать, потому что в Византии церковь была едина. И до реформации церковь была едина. А здесь церковь оказалась множественной. И тогда сказали, давайте мы сделаем так. Мы отделим церковь и церковные догматы от некого набора политических прав. Вот все, кто подданные данного государства, они все имеют одинаковые политические права, вне зависимости от своей конфессии. А веровать они могут так, как захотят. И, кстати говоря, не случайно родился этот, ну, с виду циничный девиз о том, чья власть, того и вера, да. Потому что, по большему счету, все равно, кто там, я там, Курпфюрст, он протестант, либо католик, если я знаю, что у меня существует некий джентльмянский набор политических прав, который не изменен вне зависимости от вероисповедания моего господина, да, и моего вероисповедания. Но здесь есть некое, ну, когда этот тезис принимался, он был принят для своего конкретного исторического времени, когда ни на территории Германии, ни на территории Франции, ни на территории Швейцарии не было ни мусульман, не было ни язычников, не было ни иудеев как организованной конфессиональной группы. Они просто выпадали из этого образа бытия, образа мысли. Это то же самое, как бы, ну, по аналогии можно сравнить, когда говорят, античная демократия, вот она была самая демократичная в мире, потому что она предусматривала возможность всех граждан участвовать в управлении государством. Да, конечно, все, за исключением женщин. Раз, рабов, два, малолетних, три. А так они были все очень демократичны. Либо, когда говорят, ацы-основатели Америки ввели всеобщее избирательное право. Да, конечно, для кого ввели? Для маленького кластера белых поселенцев, которые отвечают определенным критериям. А вся остальная масса, она в эту подгруппу не попадала, на нее эти политические права не распространялись. А потом, когда пришло время распространить их, так и проблемки-то начались. А какие же тут политические права, когда этому человеку совершенно безразлична судьба Отечества, куда он в воле случая прибыл. И пошла жесткая сепарация. Давайте мы тогда будем варьировать политические права. Тогда признаем, что у этих есть, а у этих не все политические права, а только части. То же самое произошло и с этим принципом отделения церкви государства. Он вроде бы и звучит точно так же, как 500 лет назад, а смысл его совершенно другой. И очень плохо то, что тот первоначальный смысл, который был заложен, он давно утрачен, а формула вербальная осталась. Она приводит ко многим весьма неприятным последствиям. Все-таки древние в этом отношении были гораздо прозорливее и мудрее. Вот смотрите, как Священная Римская империя ассимилировала миллионы варваров, стремящихся войти в нее. А они стремились, потому что так здорово, ты пришел, тебе дали землю, тебя никто не заставляет менять свои обычаи, даже систему управления племенную или общину, как у вас было. Тебя никто не заставляет идти служить в муниципалитет. Даже в армию ты можешь пойти только в качестве добровольца или наемника. При этом ты защищен, тебя никто не может убить, украсть. У тебя имущество, на тебя распространяются права какие-то римского гражданина, закон тебя охраняет. И суд тебе положен не суд толпы, а суд римлянин, а суд римский, который идет по определенной процедуре. Апостол Павел, как в Деяниях описывает, когда его схватили людей, он сказал проконсулу, я римский гражданин, я требую римского судра. То есть, представляете, какое очарование, какой авторитет римского суда. Если апостол Павел, который знал прекрасно, что он в конце концов примет жертвенный мученический венец, тем не менее сказал, пусть меня судят римским судом. Вот в Армуре все это получили. Но ведь никто же не думал давать полные политические права римского гражданина. Почему? Да потому что он был совершенно индифферентен к системе государственного управления. Но все равно что-то с этим периодом будет. Он и сознанием, и культурой своей не дорос для того, чтобы понимать масштаб действий, или масштаб событий, которые происходят. Но как можно ребенка привезти, посадить в груздуму и сказать, маленький, голосуй, пожалуйста, за закон антитабачный. Какую кнопку нажимать? Ну, ты же парламентарий, какой хочешь, такую нажми. Вот он и нажимает пинточкой. Какую ткнет, в такую попадет. В этом отношении, повторюсь, наши предшественники были гораздо более мудрыми. И ничего обидного в этом нет, что на самом деле политические права предоставляются в неком урезанном виде, либо вообще предоставляются через определенное время. Кстати говоря, практика современных государств, или же самое Швейцарии, она фактически идет по этому же пути. Да, сколько там? Десятилетний, по-моему? Двенадцать, да? Ну вот, двенадцать лет, пожалуйста, поживи, докажи, что у тебя мозги стали работать как швейцарского гражданина. После этого мы тебе предоставим возможность кипочку. Без права выезд. Не просто двенадцать лет прожить, а ни разу за эти двенадцать лет не покинуть Швейцарию. Да вы что? Да, да. Про кафа умерла мама, ему не разрешили уехать. Даже краткое срочное срочное дело. Не пересекая границу. Вот как интересно. А нужно при этом работать и средства технологий? Ну, как же. Вот на самом деле получается, что те лозунги, которые сейчас произносятся, я не знаю, как в Европе, я все-таки здесь не живу, я знаю, как произносится в России. Мы, к сожалению, впереди планеты все, если что-то строить, вернее, ломать до основания, чтобы уже там и основания никакого не осталось, все. А если уж строить, так впереди планеты все. Если не курить, так всем хором не курить, при 80% курящей стране. Зачем опять превращать закон в фарс, зная, что он не будет соблюдаться, какой резон в этом, не знаю. Но не суть. То же самое с этими лозунгами. Ну посмотрите, как на самом деле они реализуются, эти политические идеи в странах Европы. Вот они так реализуются тоже избирательно. Да, избирательность разная. В Швейцарии одна, в Германии другая, во Франции третья. Но она все равно присутствует. Но нельзя сразу открыть с ним дверь и сказать, все, кто, ты, товарищ с далекого заснеженного Узбекистана, ну, все, вперед на меме. Тогда ты должен быть мэром города Москвы. И что, баллодируйся. Ну, почему же нет? Ну, это совершенно неразумно. Я с вами не согласен в этом отношении. Пожалуйста. Потому что мы все наблюдаем наших кавказских друзей. Я к ним очень хорошо отношусь. Но почему-то в свое время, когда я проживал в Питере, если он в Армении был адвокатом, он приезжает сюда уже в современную Россию, в 96-й год, и у него есть право быть тоже адвокатом в России. Ну, на самом деле, я с вами соглашусь. Хотя мы, в данном случае, говорим не адвокатская профессия, а политическая все-таки должность. Это мэр, это политическая... Это представитель власти. Адвокат, это представитель власти. Со священником, да, его общения со своим подзащитным, и так далее. Но здесь, вы очень правильно сказали, мы стали не толерантны, это даже неправильно, толеранты это не хорошее слово. Мы стали индифферентны тому, как формируется наша и социальная, и политическая элита. То есть она может формироваться кем угодно и как угодно. Он был в Армении у себя представителем местной элиты, да. Естественно, что непростой пастух с Карабаха приехал в Питер, вдруг стал адвокатом моментально, да. Все-таки приехал человек не без связи и не без денежных средств. И он точно так же кооптировался и адаптировался в этом же Питере, и решает совершенно свои вопросы, и ему совершенно все равно, как его деятельность, в качестве адвоката будет восприниматься окружающим. Он, собственно, и не адвокатом старается быть, и для него это средство войти в определенные круги для того, чтобы решать свои задачи, задачи своей национальной какой-то элитарной группы. Так это и есть, это испорченность идей, испорченность образов. Когда мы говорим об одном и том же, но они совершенно по-другому понимают. Вы упомянули Кавказцев, да. Сказать для Кавказцев, что можно, ну, не нужно было бы сказать, что можно быть на госдолженности, при этом не получать подарков, ну, это совершенно не нормально. А зачем же тогда, ну, это госдолженность, тревица, да. То есть, ну, это традиция. То есть, традиция, человек, который находится при власти, он должен получать подарки. То же самое относится и в Средней Азии. Например, причем это выросло не моментально, это имеет свои глубокие исторические корни. Например, я был удивлен, когда узнал, что в Средней Азии по определению ни один из князьков родовых не мог разориться. Даже если он, грубо говоря, проигрался в Монте-Карло, напрочь, все, землю, скот, жен, юрту, овец, лошадей, все проигрался. И вернулся домой, как голый король, в одной обедренной повязке. Родня собирается и обязана восстановить его имущественный баланс до прежнего состояния. Просто потому, что он вставший в это ворота. Он князь этого ворота. Ну, есть из чего восстановить. Да, но есть. В Монте-Карло деревне там устроилась. Ну, там тоже, на самом деле, по-разному, да. Но смысл в другом, что это для них традиция. Должностное лицо – это тот человек, который, несмотря на какие-то формальные писанные и неписанные законы, по местным обычаям, все равно будет ими управлять. И в этом качестве он просто обязан олицетворять собой власть и быть выше всех остальных. Следовательно, он должен принимать подарки, как должное. Ну, а как? Иначе, да? Иначе зачем тогда действительно кем-то там управлять? Что-то делать нечего. Как бы сегодня расценивать эти зудки, каждодневные коррупционные зудки в этой истории. Это знак человека очищения. И это всего лишь масштаб погрязших нас во грехе в России. Ну, я думаю, что, на самом деле, если бы это были просто внутриклановые разборки, только сугубо внутриклановые разборки, то не стали бы афишировать все эти события. Я думаю, что по-семейному, тихо, мягко, разобрались между собой и все. То, что эти процессы идут с регулярной чистотой, мне кажется, это в том числе и попытка Верховной Власти либо укрепить, либо вернуть утраченный в чьих-то глазах авторитет, показать, что она все-таки способна управлять справедливо. Вот у нас, как у русских людей, есть много своих недостатков. Мы, наверное, не так талантливы, как немцы. Мы слабо обучаемы. Мы, наверное, еще много чего не-не-не-не-не-не-не. Мы, наверное, глубоко пьющие. Не случайно, вот, до... Весь 16-е, 17-е проходит в посланиях и соборах, и патриарших с требованием упразднить пьянство и прекратить пьянство среди монастырской братьи, среди священства рядового. Не говорю о шамирианах. Наверное, все это у нас есть. Но, с другой стороны, у русского человека есть одно замечательное качество. Он все-таки, как Божий человек, он все-таки хочет, чтобы была правда. Даже не важно, что при этой правде он будет не очень богато жить. Но он хочет справедливости. И в этом отношении мы тоже, наверное, все поддерживаем подобное явление. Понятно, что мое имущество, там тоже самое Васильевое, да, я думаю, укротил ли деньги Минобороны, не вернутся в мою семью, и я не получил новогодний подарок в виде какой-то купюры, либо социального подарка. Но, с другой стороны, и даже не, как сказать, не такое злобство, а, ну там, все, отгуляли свое, теперь давайте, ребята, к нам на колыму, там, и так далее, да, даже не это. Ну, ну, как бы хочется по-другому сказать, слушайте, ну, правда есть наследие, но совесть, а есть, в конце концов, а сука ж мы уже воровали, да. И вот, хлоп, все-таки, одного приземлили, второго приземлили, третьего приземлили. И это радует. Дай Бог, чтобы эта радость была оправдой. То есть у вас такие глубокие и довольно такие познания. Вы востребованы средствами массовой информации в России? Почему мы видим бесконечного живого? Потому что он не востребован. Средство массовой информации совершенно не востребован, но зато, ну, во-первых, потому что это все-таки не моя основная специальность. Я занимаюсь наукой в свободное от работы время, это для меня никогда не было профессиональным занятием, в том плане, что я никогда с этого денег не получал. Я просто занимаюсь тем, что мне интересно, помимо работы или государственной службы. И, естественно, что моя востребованность, она имеет в своих выборах естественные границы или очевидные границы. О многом я, в принципе, не могу рассказывать, да, либо что-то обсуждать как у служащих. Ну, и потом, все-таки, наша журналистика, как мы с вами уже сказали ранее, давно уже не журналистика, это жёлтая пресса, которая постоянно находится в поисках некоего события, которое повлияет на тираж газетёнки. Всё, больше там ничего нет. Но зато, я надеюсь, востребован церковной средой, меня систематически приглашают в семинарии, либо на встречу с церковными людьми, где мы общаемся, как сегодня с вами, на те темы, которые нам интересны, которые нам представляются злободневными, актуальными. Я искренне рад, что у меня такая возможность возникла и сегодня. А вот из вашей книги, из предисловия, я увидел, что книга была издана, я так понимаю, при помощи фонда или института, Натальи Алексеевны Нарочицкой. Да, Нарочицкой. Нарочицкой, да. Ну, это известный институт, он резидентирует в Париже. Наталья Алексеевна Нарочицкая является его директором. Это, конечно, совершенно замечательная женщина, уже не юная, конечно, но тем не менее, совершенно блестяще образованная. Её отец, Алексей Иванович Нарочицкий, был известным дипломатом. Она работала в МИДе долгое время, в аппарате ООН, владеет четырьмя языками свободно. И мало того, что человек кристально честный, благородный, в буквальном смысле этого слова, это человек крайне... Да, патриот, безусловно. Причём патриот не классной, из серии «Шапками загидаем врага», а патриот по глубоким своим убеждениям. Причём человек, который очень хорошо знает и Америку, и Западную Европу, и живёт, и высказывает свои суждения критически не в пику Западной Европы, а для того, чтобы разобраться в тех или иных явлениях. И, насколько я знаю, она услышимо бывает, в том числе и представителем политической элиты Запада, в первую очередь Франции и Германии. Франция и Германия и Бельгия, в основном, эти три страны посещает. Институт очень небольшой, штат сотрудников, по-моему, около 20 человек, но это и наши соотечественники, и французы, и два англичанина, причём православные, так интересно. И, конечно, Наталья Алексеевна, да. Было бы очень хорошо, если бы она как-нибудь здесь оказалась, организовали встречи с ней. Вот как раз я об этом и говорю, что, так я понимаю, что цель института – это как бы, ну, имидж России в мире продвигать. Собственно, мы создали наш культурный центр, ну, это вот для аналогичных каких-то задач, для знакомства и, может быть, какого-то более глубокого взаимопоникновения культур. Поэтому назвали диалог. Культуры российской и культуры немецкой. И, то есть, в принципе, ну, я понимаю, что вы не отвечаете за других организаций. А вот, интересно, поскольку мы только что создали свой центр, как бы не мог бы он включиться, как вы считаете, в какую-то такую общую работу? Я думаю, вполне. Можно просто попросить Натальи Алексеевны обменяться координатами. Вы бы написали письмо с указанием, какие мероприятия вы хотели бы провести. И я думаю, что она, как человек, часто посещающий Германию, вполне могла бы как-то там совместить, может быть, какое-то мероприятие здесь или неподалеку, да, и встречу вас. Она очень скромный, я отзывчивый человек, совершенно личина какого-то фанфана берега, или снобизма. Конечно, было бы очень интересно с ней пообщаться. Она блестящая жизнь. Ну, кстати, в интернете есть ее сайт на росница.ру и несколько лекций, которые она давала на канале Культура Россия в программе Академии. Да, да, вот идет Академия. Да, да, да. Вот посмотрите, там было, ну, две передачи точно, я ее видел. Они производят великолепные впечатления. Она описывала как раз историю Первой мировой войны, события, которые произошли после подписания Руссоцкого мирного договора. Конечно, очень интересно. Ну, и книга ее «Россия и русская мировая история», она, правда, немного наукообразно написана, все-таки написала для такой уже научной аудитории, но, тем не менее, она легко читается и забил многими фактами, которые, например, я вообще даже не имел представления. Я искренне рекомендую вам с ней снестись, вот это тоже помогло обязательно очень. Суперсида. Спасибо. Это не у вас? Нет, не у вас. Кто-то дерзнет. Я очень хотела бы посмотреть эту страничку. Повторите, пожалуйста, как ее поменять. Нарочнинская точка... Нарочнинская.ру Нарочнинская.ру На четырех языках. Нет, буква. Имя, углубь пишется. Вы в гугле. А, по-русски писать. Нарочнинская точка... Нарочнинская. На. Нарочнинская. Да, спасибо. Если кому надо, я могу все.